В эфире итоговый выпуск программы Букинформ. Я, Павел Белявский, корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте? Коротко о главных событиях. На протяжении нескольких дней артисты и коллективы, известные далеко за пределами Беларуси, радовали брестскую публику избранными произведениями классиков разных эпох. Финальные аккорды юбилейного 30-го фестиваля Январские музыкальные вечера прозвучали накануне в областном центре. Большая встреча и серьезный разговор о плюсах и минусах нового производства первой очереди аккумуляторного завода «Общество с ограниченной ответственностью iPower», строительство которого начато на территории свободной экономической зоны Брест в Брестском районе, говорили специалисты всех отраслей. Большая, талантливая и спортивная семья с амбициозными планами на будущее. На предприятии Брест «Жилстрой» подвели итоги спортивного и культурно-массового 2017-го. Об этих и других событиях подробнее. Финальные аккорды фестиваля Январские музыкальные вечера прозвучали накануне в областном центре. На протяжении недели Брест в буквальном смысле полнился звуками виртуозных пассажей, завораживающих произведений классики. Юбилейный фестиваль собрал на Брестской сцене все то лучшее, что звучало здесь на протяжении 30 лет. Но не обошлось и без ошеломляющих сюрпризов. О самых ярких триумфах форума настоящего искусства далее подробнее. На протяжении недели в рамках Январских музыкальных вечеров Брещане открывали для себя новые страницы классического искусства. Юбилейный фестиваль превзошел все ожидания. Он не просто радовал, он впечатлял, удивлял, дарил счастье от того, что даже спустя 200-300 лет произведения великих композиторов звучат поистине торжественно. Это наглядно подтверждает день торжественного открытия форума, когда на сцене с успехом прозвучала увертюра копии Моцарта «Похищение из Сираля» в исполнении Государственного симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. Здесь вот энтузиасты, организаторы этого фестиваля вот уже на протяжении 30 лет приглашают сюда представителей из различных государств. Мы посчитали, что порядка 7 тысяч участников было за 30 лет проведения этого фестиваля, ну а поскольку 30 лет, то где-то порядка 50-60 стран мира принимали участие, послали сюда своих представителей в Брест для того, чтобы они принимали участие в этом фестивале. Он является, конечно, таким знаковым событием для Брестской области и для республики, конечно, это однозначно, так как уже 30-й немного в нашей стране, в суверенной, да, значит, таких фестивалей с такой хорошей историей. И самое главное, что он не уходит по какой-то наклонной, да, что уменьшается, а наоборот, с каждым годом количество участников увеличивается. В этом году из 13 стран более 500 участников. Это говорит о многом. Бесспорно, одним из наиболее ярких и запоминающихся стал вечер джазовой музыки. И для этого были все основания. Открыл концертную программу своим выступлением квартет под руководством джазмена мирового масштаба Гарри Гутмана. Брестская публика уже знакома с его творчеством, однако многогранный артист смог вновь без труда покорить сердца слушателей. Градус страсти по-настоящему накалился с момента появления на сцене талантливой вокалистки Лориан Браун. Звезда такого масштаба была встречена публикой особенно. Публика подпевала известные хиты и с замиранием сердца встречала малоизвестные композиции. Небесприятных сюрпризов прошел и завершающий день фестиваля. Классической музыки под занавес впервые в рамках фестиваля «Ионварские музыкальные вечера» на Брестской сцене выступил Национальный академический концертный оркестр Беларуси под руководством Михаила Финберга. Приезжают такие люди, которых мы можем увидеть только в театре, познакомиться с их творчеством. Приятно, что они приехали именно к нам в Брест. Это на лесу города уже. Мероприятие, объединяющее не только горожан, но и гостей города и других регионов республики, но также гостей зарубежных. Мы стараемся каждый год посещать. В прошлом году, наверное, тут уже были, да? Да, уже. Вот. Понравится нам? Интересно. В прошлом году были на закрытие, когда все выступали, а в этом году уже пришли посмотреть конкретно в исполнитель. Вот и перевернута последняя страница 30-го юбилейного фестиваля «Январские музыкальные вечера». Он получился ярким, интересным, запоминающимся, тем самым в очередной раз подтвердив ту высокую планку качества, которую уже не один год задает оргкомитет форума во главе с бессменным директором Лилией Батыревой. Фестиваль продолжит свою летопись, и она обещает быть не менее впечатляющей. Здесь такая публика есть, которая помнит всех выступлений, то, что играл, то, что был, когда, понимаете, встречались, когда ходили в крепость все вместе. Такие есть. Я благодарна всем-всем слушателям, всем людям, жителям нашего Греста, которые все время интересуются, а будет, не будет, вот, а как там артисты приедут, не приедут, очень волнуются. И поэтому всем благодарна. Перед оргкомитетом стояла задача провести 30-й фестиваль на уровне достойном. Я думаю, что этот уровень получился. И то, что почти 3000 брещан, а теперь уже не только брещан, но и жители Кобрина, и Жабинки приобщились к этому фестивалю, это очень здорово. Следующий фестиваль юбилейный, и мы хотим эту планку дальше поднимать. Возможно, даже будет какой-то другой совершенно формат фестиваля. И в данный момент мы хотим его немножечко даже пролонгировать на два этапа. То есть сделать летний фестиваль, не фестиваль, а концерт классической музыки на центральной площади нашего города, на площади Ленина. Ночной концерт. То есть во многих европейских городах, я обратил внимание, ночью идет такой концерт популярной музыки. Мы теперь подсвятили площадь замечательную. Здание подсвечено. Если бы было, наверное, здорово, если в день города мы сделаем ночной концерт популярной классической музыки, как продолжение вот этих январских музыкальных вечеров. На сентябре 2018 года намечен пуск первой очереди аккумуляторного завода «Общество с ограниченной ответственностью» «АйПауэр», строительство которого начато на территории свободной экономической зоны Брест в Брестском районе. Проектная мощность первого пускового комплекса – 1 миллион штук аккумуляторных батарей для легкового и грузового автотранспорта. Аналогов такому заводу на территории нашей страны нет, а сам проект включен в государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы. О плюсах и минусах нового производства в материале Ирины Ольшовой. Пресс-мероприятие для журналистов провели в администрации свободной экономической зоны. Тема – строительство аккумуляторного завода «АйПауэр» на территории, расположенной у аэропорта Брест в Брестском районе. Общая стоимость проекта – около 20 миллионов долларов. Аналогов заводу в Беларусь нет. Но есть опыт строительства таких объектов у других европейских стран. Мы посещали заводы в Польше, в Германии, во Франции, в Испании, в Португалии, в Италии, в Словении, в Сербии, в Венгрии, в Румынии, на Украине, в России, в Казахстане, в Китае. Я могу дальше перечислять. То есть это не уникальные заводы. Вопрос стоит о том, что если мы сейчас применяем современные технические, технологические решения, мы стараемся использовать больше, скажем, оборудования, роботизированного, да, и оборудование с искусственным интеллектом, которое предотвращает любые, как-то сказать, возможности аварийных ситуаций. То есть в случае какой-то аварийной ситуации, оно автоматически останавливается. То есть ее в принципе быть не может. Завод площадью 5,5 гектара разместится в 750 метрах от деревни Хабы до поселка Тельмы 2, 2,5 километра. Кроме того, в двух километрах с востока от завода протекает река Муховец. Брещане, пропустившие общественное обсуждение проекта, забили тревогу, не соглашаясь с тем, что производство аккумуляторов совершенно безопасно. В свою очередь, выбор места строительства осуществлен на основании детального плана развития свободной экономической зоны, который предполагает наличие площадок для производств различного типа. Беский райисполком, когда выдавалось разрешение на строительство, исходил только из того, что уже есть предоставленный земельный участок для этого. Предоставление этого земельного участка, оно осуществлялось на основании акта выбора земельного участка. Если его посмотреть, то там в подготовке этого акта выбора земельного участка задействованы все службы, какие только на сегодняшний день существуют в органах власти. И экология, и санстанция, и земельные службы, и лесники, и экологи, и газопроводы, и все эксплуатирующие организации, коммуникации которых располагаются в зоне действия. Поэтому решение принималось не конкретно Брестским райисполком, принималась комиссия по предоставлению земельных участков. Как утверждают руководства завода и экологи, максимальные выбросы в атмосферу при полной загруженности производства не превысят трех килограммов свинца в год. У предприятий есть санитарно-защитная зона. В этой санитарно-защитной зоне не должно располагаться предприятие пищевой промышленности, лекарственных флотов, все, что касается людей, в том числе, естественно, жилье, санаторий и все в этом духе. Если в рамках этой санитарно-защитной зоны сохраняется норматив, который есть в постановлениях Минздрава, то значит предприятие, оно просто соблюдает все нормы. Жилье ваше дальше, чем сан-зона, поэтому никаких проблем нет у предприятий. И я не могу сказать, что это абсолютно вредное. Да, понятное дело, какой-то выброс есть, вы видели. Тот же свинец, которого все говорят, это выброс незначительный. На границе жилья норма будет 1% от ПДК, от предельно допустимой концентрации. У нас будет ждать обязательно эколог, целая экологическая служба, раз. Мы взаимодействуем с экологическими компаниями, два. Я подчеркиваю, мы строим завод, который будет продавать аккумуляторные батареи по всему миру. Для того, чтобы продавать в Европе аккумуляторные батареи, мы должны быть сертифицированы, в том числе по экологическим параметрам, европейскими потребителями. То есть мы изначально, понимая, что мы продаем туда, строим завод в соответствии с их экологическими требованиями. Но наши требования оказались в 3, в 4, в 5 раз более жестче, чем европейские. От строительства нового завода выигрыши останутся все. На первом этапе создадут 138 рабочих мест. А в бюджет области ежегодно будут поступать 4,5 миллиона долларов в виде налогов. Второй пусковой комплекс предусматривает еще порядка 150 рабочих мест. Плюс ко всему, система охраны окружающей среды составляет примерно треть стоимости всего завода. И очистные будут работать с момента запуска первой очереди. Она будет в первой очереди. Это, в принципе, мы прошли экспертизу с учетом того, что это будет в первой очереди. Объект просто не примут в эксплуатацию. Он не сможет существовать. То есть, когда объект проводится строительство, потом идет в эксплуатацию. Если Минприрода не пропустит, санитарные врачи не пропустят, то завода не будет. На данный момент 3% фильтра стоят на улавливании свинца, причем там их большое количество с высокой степенью очистки. И скрубера стоят на серную кислоту, потому что это оптимальный вариант. Заказчик объекта – белорусская компания «АйПауэр». На новом заводе будет налажен полный цикл производства аккумуляторных батарей. Первую продукцию здесь планируют выпустить уже в сентябре 2018 года. К 2019-му полная мощность первой очереди составит 1 миллион аккумуляторов в год. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания «БУК-ТВ». Итоги спортивного и культурно-массового 2017-го подвели накануне на предприятии «Брест Жилстрой». Мероприятие – это традиционное, и с каждым годом оно становится все масштабнее. В этот раз заслуженные награды получили не один десяток человек. В их адрес звучали слова благодарности и поздравлений. На протяжении всех 365 дней 2017-го они гордо несли знамя предприятия и отстаивали его честь не только на строительных, но и на спортивных и творческих площадках. Тему продолжит Анастасия Стропко. Культурно-массовая и спортивная жизнь «Брест Жилстрой» бьет ключом. Благодарить за активность есть кого. Футбол, волейбол и плавание, шахматы и шашки, дартс и боулинг, пулевая стрельба и гиревой спорт, настольный теннис и бильярд. Только видов спорта, которые здесь уважают, больше десятка. И список этот растет, а количество людей увлеченных увеличивается, что, кстати, положительно сказывается на отношениях внутри коллектива и результатах трудовой деятельности. Я считаю, что никаких результатов работы работников в нашем предприятии не может быть без активной позиции внутренней активности наших работников, внутренние отношения, люди, которые дорожат нашим предприятиям. Наверное, вот это воспитание одно из главных. Поэтому вот это направление работы, спортивной, культурной работы, кроме работы еще надо активно жить, наверное, оно становится тоже одно из главных направлений. В числе чествуемых футбольная команда, самая титулованная на предприятии. В копилке достижений не один десяток наград. Возможно, потому что настрой всегда только на победу. К соперникам относятся с уважением, без страха или пренебрежения. Уверены, к любому матчу, которых за сезон проходит порядка 20, надо подходить ответственно. В разгар чемпионата области наша съемочная группа пообщалась с представителями команды. И вот что они тогда в ноябре говорили о своих целях. Планы на будущее как бы завоевать первое место на чемпионате Брестской области. У нас единственный такой момент, который мы хотим опять взять чемпионской Брестской области. Ну, а как она появится, то есть получится мяч круглый, там будет видно. Сегодня футбольный клуб «Брежилстрой» снова областной чемпион. А вот у волейбольной команды борьба за очередные титулы еще идет. И ведут эту самую борьбу спортсмены уверенно, со знанием дела. Особенности, предмет гордости, укомплектованность. В состав входят только работники Брест-жилстроя. Я на предприятии работаю с 2010 года. Скажем так, это вообще все движение спортивное началось еще задолго до того, как я пришел на предприятие. У нас был спортинструктор Северчук Анатолий. Ему была поставлена задача возродить спорт на предприятии. И там все по чуть-чуть начиналось. И сплавание, и волейбол, и футбол. Вот там в рамках спартакиады круглогодичной 12 видов спорта. И так вот все оно закрутилось. Вот почему надо? Ну, у каждого есть свое хобби. Кто-то играет в футбол, кто-то в хоккей, кто-то в компьютерные игры. У каждого свое. Вы знаете, даже соперники сказали, что в высшую лигу пришел играть. Там экипировка такая, там и на голеностоп, и туда-сюда. Я говорю, ну, настраиваюсь, потому что нужна победа. В первую очередь предприятия. Я считаю, что политика предприятий, представляем организацию, соответственно, хочется как-то выводить предприятия вперед. Успешным был 2017-й и для любителей туристических слетов. Брест-жилстроевцы отличились на всех уровнях, от городского до республиканского. Нельзя не сказать и о команде по шашкам и шахматам. Уже не один год она показывает высокие результаты на турнирах. Умная физкультура у работников лидера строительной отрасли страны в почете. Мне это нравится. Я играла с детства. У меня папа в детстве. Он у меня математик. У него, в общем-то, математический склад ума. И он там шашки, шахматы на уровне мастера спорта играл. И как-то вот так вот здесь. И потом в институте я во всех ребятах выиграла в строительстве. И потом здесь все время. То есть я участвую. Я уже работаю здесь очень много лет. То есть с окончания института и все время. И практически я всегда занимала первые места. Строить и жить работникам предприятия помогают песни. Брест-жилстроевцы умеют и петь, и танцевать, и писать стихи, и показывать фокусы, и еще много чего. Своим талантом делятся. Как на площадках вне предприятия, так и на внутренних мероприятиях. В числе последних, к примеру, чествование женщин в День Матери. Это один из праздников, которые отмечают обязательно. К мамам здесь вообще отношение особое, заботливое. Работа – это отличение от домашних забот и смены обстановки. А совмещать удается легко и просто, в принципе. Есть заслуженный День Матери, который мне руководство, благодаря руководству положен и мне дается. И поддержка мужского коллектива, начальника, генерального директора, они с пониманием относятся к моим больничным, с пониманием относятся к моим проблемам. И, в принципе, очень хорошо поддерживают предприятие. Повышенное внимание на Брест, Жилстроя и еще к одной категории работников – молодым специалистам. Попасть на работу сюда – задача непростая. Нужно пройти серьезный отбор. Будущее пополнение руководители предприятия присматривают еще на этапе вузовского обучения. Наверное, поэтому их не приходится долго вводить в курс дела. Хотя ни в совете, ни в помощи здесь никому и никогда не отказывают. Регулярно встречаются с молодым пополнением и руководством предприятия. Работаю во втором управлении мастером, как я уже сказал. Мне очень нравится. Очень аккуратно вливаюсь в работу. Начинаю приступать к своим обязанностям непосредственно. Уже выполняю все обязанности, которые на меня возложены. Все понимают, что буквально третий месяц человек на работе, поэтому морально меня поддерживают и физически. Все отвечают на мои вопросы, если там какие-то не возникают. Поэтому всегда все меня поддерживают. В рамках сюжета нам удалось рассказать только о некоторых направлениях общественной жизни на предприятии. Для того, чтобы охватить все, не хватит и нескольких часов эфирного времени. На предприятии работает порядка 2700 человек. Большая, талантливая и спортивная семья с амбициозными планами на будущее. Принцип у нас один – надо быть впереди, надо быть первым, надо быть в лидерах. И, наверное, во всех видах оно – это приложение к результатам производственным. Поэтому все в здоровье, удаче, любви, хороших, замечательных отношениях, дружбы. Поэтому, наверное, это основа успеха. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоги недели на БУК-ТВ. Продолжаем говорить о главном. История подвига в мирное время получила продолжение. Напомним, в апреле 2017 года при учебном десантировании на полигоне в Витебской области в результате резкого порыва ветра произошло схождение парашютистов. У одного из них погас купол. Благодаря слаженности действий обоих удалось избежать трагедии с печальным концом. Поступок военнослужащих высоко оценили на уровне руководства страны. За проявленные грамотные и смелые действия. Рядовые Евгений Жарский и Дмитрий Страчук указом президента от 18 декабря 2017 года награждены медалью за отвагу. Вручил их министр обороны Республики Беларусь Андрей Равков. Почувствовал, как меня резко... Ну, просто я перестал снижаться. Вот. Я сначала не понял и подумал, может, как поток ветра меня подхватил. Я просто остановился. Вот. Потом я просто начал немного рывками пропадать вниз. Вот. И посмотрел, поднял голову вверх и посмотрел, что мой товарищ, ну, перебегает меня по куполу. Это интервью мы записали с Дмитрием Страчуком спустя несколько дней после возвращения из Витебска. Евгений Жарский на тот момент еще находился в госпитале. 15 минут перевернули жизнь молодых людей и поделили ее на две части – до и после прыжка. Резкий порыв ветра, схождение парашютов, погасший купол. Никто не мог предположить, как обернется эта ситуация для военнослужащих. Благодаря качественной подготовке они сработали грамотно и профессионально. Именно это стало залогом успешного приземления. Сегодня Дмитрий Страчук и Евгений Жарский вдвоем на плацу в строю. Их подвиг в мирное время стал подтверждением качественной подготовки в рамках службы в десантных войсках. Место подвигу есть в мирное время. Я огромное спасибо и благодарность выражаю родителям, в первую очередь, военнослужащих, которые после этого события, конечно, очень сильно переживали. Но спасибо хочу сказать за то, что вы вырастили таких сыновей, которые в сложнейшей ситуации смогли показать свои самые высокие качества военнослужащего. В торжественной обстановке военнослужащие были награждены одной из особенно почетных государственных наград – медалью «За отвагу». Подвиг молодых людей должен стать хорошим уроком для будущих солдат. Это великое счастье, что наши вооруженные силы не принимают участие в боевых действиях. Но порох надо держать сухим. Чтобы этот порох был сухим, необходима боевая подготовка. А всегда любая боевая подготовка сопряжена с рисками. Будьте осторожны, будьте преданы военному делу, высоко несите знамя военнослужащего 38-й отдельной бригады. Десантирование, в том числе и в ночное время суток – один из элементов подготовки военнослужащего 38-й бригады. Непростой, но необходимый при осуществлении ряда специальных задач. Предугадать, как сложится обстановка в небе, довольно сложно. И то, что сделали Дмитрий Страчук и Евгений Жарский, достойно особого уважения. Что испытывают генералы? Да. Генералы испытывали, стоя на площадке, когда это происходило. Вот это было испытание. Вот это было сложно. И наблюдая, как они ведут себя в воздухе, и понимая, что вроде делают все правильно, но ситуация идет нештатная. И только веря в то, что они обучены и сумеют это сделать, то тогда после всего была гордость. А если бы хотя бы один из них сделал ошибку и раньше начал приводить запаску, мы бы имели катастрофу. Но они ушли от этого, потому что тоже были обучены. Вот это испытывает генерал, который смотрел вот это. Там стоя на учении, потому что руководителям учения быть. И вот сегодня здесь, пройдя 8 месяцев после этого, распирает. Его армия учила. Что мама могла женщина научить? Армия его учила. Поэтому спасибо, что нас пригласили, что состоялась такая церемония, конечно, приятная. Всем здоровья, всех благ, солдатикам. И всем командующим. Сегодня и Дмитрий Старочук, и Евгений Жарский уже не в парадном строю. После службы они вернулись домой. Возвратились к своим профессиям. А подвиг, совершенный ими, останется в памяти однополчан и история 38-й отдельности десантно-штурмовой бригады на долгие годы. Брест всегда разный. Он вдохновляет и радует, удивляет жителей и производит впечатление на гостей. В город над Богом всегда с радостью приезжают туристы, не только из Беларуси, но и из других уголков мира. Историю областного центра создаем мы, Брещане. Благодаря общим усилиям, город, в котором мы живем, продолжает сохранять статус зеленого, чистого, благоустроенного. Каждый год вводится все больше и больше новых арт-объектов, достопримечательностей, архитектурных композиций. Недавно на одну точку притяжения стало больше. Оценила новый объект и его оригинальность наш корреспондент Виктория Саченко. Вот такие огромные часы сегодня украшают площадку у здания администрации Московского района города. Пройти мимо этого светящегося объекта трудно. Оригинальный артефакт претендует попасть в топ самых интересных и красивых точек притяжения в городе. Их уникальность заключается в большом размере. Диаметр часов 6 метров. Ход гигантских стрелок осуществляется за счет специального механизма, а регулировать время можно с помощью пульта. В темное время суток циферблат подсвечивается, днем светодиоды гаснут, но красота и величие часов остаются. На установку этих часов не было потрачено ни копейки бюджетных средств. И, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить предприятия и частные фирмы, которые остались небезучастны к этому проекту и сделали такой подарок городу и горожанам. То есть, это чисто деньги спонсорские наших предприятий. Безусловно, я просто уверен, что это будет еще одной изюминкой нашего города. Однако, всю прелесть, красоту и изысканность композиции жители и гости города смогут оценить лишь к лету. Все дело в том, что это не просто механические объекты, а цветочные часы капельного полива. Летом пространство циферблата будет заполнено живыми цветами. Большая конструкция, в буквальном смысле слова, утонет во флористических композициях. Полив цветочного ковра будет осуществляться специально установленной системой. С ролью лейки успешно справится одна из стрелок. Я думаю, что они станут достойным украшением нашего города и определенной маленькой ступенькой в реализации задачи нашего мэра города, который озвучил, что город Брест должен стать городом цветов. Я думаю, вся красота летом мы оценим по достоинству, всю красоту наших часов. К слову, часы знаменуют продолжение темы, которое было озвучено на фестивале цветов председателем горосполкома Александром Рогачуком «Превратить Брест в город цветов». Объект установлен в рамках подготовки к миллениуму. Фактические затраты составили порядка 75-80 тысяч рублей. Что особо значимо, новый объект не имеет аналогов в Беларуси. Вероятно, кто-то считает, что на фоне разных многочисленных преобразований в Бресте появление цветочных часов события незначительное, оказалось совсем наоборот. Освежило даже немного эту обстановку. Нет, ну что-то у нас в Бресте хотя бы меняется на сегодняшний момент. Лучшую сторону даже. Лучшую сторону, как-то Брест развивается. Это очень даже хорошо и положительные эмоции они создают. Ну да, особенно в новогодние праздники. Все, что делается, все делается, я считаю, на пользу городу. Потому что, когда пассивные отношения, вот хуже всего, когда просто ничего не делается и никаких предметов радости для общества не создается. Хорошо людям посмотреть, сколько время, как обычно. Выезд за город, въезд в город посмотреть на них. Мне, в принципе, нужны, нужные вещи. Самые большие часы в Бресте уже отсчитывают время. И почему-то кажется, что именно они станут еще одним символом московского района города над Бугом. Международный фестиваль детско-юношеского творчества «Мы вместе» собрал в Бресте юных артистов из России, Украины, Белоруссии, Польши и Сербии. В шести номинациях свои таланты и способности раскрывали порядка тысячи участников. Площадкой для проведения масштабного галоконцерта и церемонии награждения стал областной центр молодежного творчества, который в 12-й раз собрал в городе над Бугом своих многочисленных друзей. С участниками фестиваля пообщалась наш корреспондент Ирина Альшова. В 12-й раз город над Бугом принимал международный фестиваль детского и юношеского творчества «Мы вместе». Три дня участники из пяти стран демонстрировали свое мастерство в номинациях «Вокальное, инструментальное и танцевальное творчество, изобразительное искусство». Это, конечно же, общение, культурный обмен, взаимообогащение культур, получение опыта, сценического опыта. Ну и, конечно, праздник. Это праздник творчества, прежде всего. Нынешний фестиваль собрал рекордное число участников – более тысячи. Поделиться своим талантом приехали юные артисты из всех регионов Беларуси, а также молодые дарования из России, Украины и Польши. Впервые свое национальное искусство представил хореографический коллектив «Спасавданский вес» из Сербии. И, как отметили артисты из Польши, теперь благодаря десятидневному безвизовому режиму творческие визиты наших соседей станут чаще. Фестиваль дает новые эмоции для детей, плюс дети вместе начинают как-то с языком, с детьми белорусскими там в зале пробуют как-то разговаривать, как-то пытается дружба народов, можно сказать. Вот. В этом году было проще приехать на фестиваль, так как приехали мы первый раз без визы. Вот. Очень гладко это все прошло, быстро делаются документы, не надо теперь этим заниматься. Так что я думаю, что мы будем еще больше, еще чаще, еще дальше заезжать на фестивали в Республике Беларусь. Мы должны смотреть, мы везде должны ездить, везде должны участвовать, все смотреть. Других и себя в первую очередь, мы себя должны показывать, на что способны мы. Ну и, естественно, какой-то соревновательный процесс. Церемония награждения участников и лауреатов фестиваля растянулась почти на час. Все юные артисты отмечены дипломами и кубками организационного комитета. По решению жюри Гран-при феста «Мы вместе» получили барановичский вокалист Михаил Куликов и ансамбль «Аллегра из Бреста» в номинации «Инструментальное творчество». А наши соседи из Украины, народный ансамбль «Радость» стал обладателем Гран-при в номинации «Танцевальное творчество». Коллектив – безоговорочный фаворит фестиваля. Я считаю, что нужно проводить эти фестивали, потому что они приближают все страны и дают такой маленький толчок для культуры нашей. Мне очень понравился этот фестиваль, потому что здесь участвует много коллективов из других стран. Я считаю, что нужно проводить такие фестивали, потому что это надевает страны и другие развивать свою культуру, нацию, свои традиции. Когда мы вместе, не страшны границы. Этот девиз фестиваля выражает его главную задачу – укрепление дружеских связей и взаимообогащение национальных культур. На одной сцене молодежь из разных стран учится дружить, общаться и понимать друг друга. Кто-то, впервые попав в Брест, открывает для себя новые города. Мы были на экскурсии в Бресте. На самом деле, это очень красивый город. Мы узнали его историю, то, что он пережил трудные времена во время войны, но все равно его восстановили. Он сейчас в очень хорошем состоянии. А сам фестиваль – достойные противники, достойные коллективы, конечно же. И все очень организованно и очень классно. Это всегда волнительно, когда ты участвуешь в каком-либо конкурсе. Мы очень долго готовились, поэтому весь свой труд мы сейчас выложили здесь и постарались удивить судей. Мне очень понравился сам фестиваль, организация, все на высшем уровне. Ну и я получила новые впечатления от Бреста. Вчера нам проводили экскурсии. Она была потрясающая. И мне все очень понравилось. 12 лет подряд фестиваль «Мы вместе» дает и зрителям, и участникам самый главный посыл. Люди, которые дружат на сцене, будут дружить и в жизни. И неважно, на каком языке они говорят. У творчества нет границ и нет национальности. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Телекомпания «Бук-ТВ». Это были итоги недели на «Бук-ТВ». Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50 и утром в 7.15. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 20-63-67. Мы вас услышим. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании «Бук-ТВ.Бай», а также на нашем канале в YouTube. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 14-15 января над территорией Беларуси сохранится влияние скандинавского антициклона, смещающегося с Новогрудской области через Московскую область на Среднюю Волгу. Сохранится умеренно морозная погода. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха минимальная ночью 14 января составит минус 3-5 градусов, дневной максимум не превысит минус 4 градусов. 15 января в ночные часы воздух охладится до 5 градусов, днем до 4.